Дамы и господа, песня, задающая тон. Белые снежинки кружатся с утра. Дамы и господа, подводка к видосу, оканчивающейся фразой своими глазами. И раз оба условия на месте, встречайте лучшие хитрости на земле. Чтобы приготовить шашлычки из куриной грудки, мы сначала нарезаем ее на мелкие кусочки, а потом нанизываем их на шпажки. И это та самая хитрость, которую мы все с вами так ждали. Что куриные шашлычки нужно жарить на шпажках. Может, нам еще откроют секрет, что куриная грудка нарезается ножом? Я покажу, как сделать заготовку в два раза быстрее. А, вот где основная хитрость-то была, а я-то уж было подумал. Оказывается, производство куриных шашлычков в 21 веке можно ускорить благодаря супер хитрым советам от Первого канала. Ну что ж, вы опоздали. Ускорение готовки на кухне уже изобретено. А если бы вы смотрели мои видосы, вы бы об этом знали. Представляем умный нож два в одном. Нож и разделочная доска, который нарезает и шинкует за секунды. Ставь лайк, если тоже об этом подумал. Если не подумал, тоже ставь лайк. Лайки можно ставить просто так. Всем, кто так делает, огромное спасибище. Огромное спасибище! Я покажу, как сделать заготовку в два раза быстрее. Ну, в путь. Упс, не на ту кнопочку нажал. Но, если серьезно, ведущая разрезает куриную грудку на полоски, выкладывает их в ряд и протыкает насквозь бамбуковыми шпажками. Спросите, зачем и в чем, собственно, лайфхак? Вуаля! Поворачиваем заготовку на 90 градусов. Разрезаем мясо между шпажками. Получились идеально ровные шашлычки. Ну, разве это не милота? Нет. Это хитрость от первого канала. Чтобы ускорить процесс приготовления шашлычков, нужно просто одновременно порезать все заранее насаженное на бамбуковые шпажки мясо. Не мариновать, не солить, не перчить, не резать мясо одинаковыми по размеру кусочками, как, например, вот этот ужас. Нет. Просто разрезаем мясо между шпажками. И это я еще не говорю о том, что из этого получится без соли, специи и предварительного маринования. Получились идеально ровные шашлычки. Можно запекать. Ну, как я и сказал. Главное быстро порезать. Ну, а что там будет по вкусу, одному богу известно. Не очень. Нет уж, спасибо. А уж если у нас есть хот-дог-дог-дог... Хот-дог-дог-дог. Я предлагаю домашние хот-доги. О, господи, от вас мне еще хот-догов не хватало. Ну и, конечно же, судя по всему, опять с очередной хитростью. Надеюсь, со съедобной. С особым карамельным соусом. Мать честная, с особым карамельным соусом? То есть сосиска с карамелью? Деду бы понравилось. Нет уж, спасибо, хот-дог, как не без карамели. Лучше уж бабушкины сырки. Хе-хе-хе-хе. Я приготовлю его из соленых огурцов. Как раз остались после застолья. Эм, что? Сладкий карамельный соус для сосисок, приготовленный из соленых маринованных огурцов? Извините, а у вас мизинчика не будет или панкреатинчика? Да ладно, давайте оба сразу. У нас все-таки здесь блюдо богов. Осталось сделать совет, как опохмелиться. И план по троллингу выполнен. Поздравляю, это значит, что у вас уже вторая стадия алкоголизма. Сейчас покажу, как избавиться от похмелья без спиртного. Все окей, план выполнен. Осталось дождаться от меня обзора. Если я, конечно, дождусь от вас ваших лайков, если вы понимаете, о чем я. Фидбэк? Как-никак. Но вернемся к нашим баранам. А точнее, к карамельному соусу из соленых огурцов. Нарезаем соленье кубиками. Разогреваем сковородку. Насыпаем сахар. Добавляем маринованные огурцы. Перемешиваем до карамели. Добавляем горчицу. Размешиваем. О, господи, вареные, маринованные, сладко-солено-кислые огурцы, да еще и с горчицей. Что вам ваши зрители-то сделали, а? Чем мы провинились-то? Ах да, есть чем. Своими глазами. Но это не отменяет того, что лично я, блин, с одних сосисок-то стабильно улетаю в стратосферу на унитазе, поэтому стараюсь их вообще не есть, поскольку желудок их в принципе не переносит, поскольку в них ничего святого. А нам тут предлагают их приправить еще и чудо-соусом из вареных сладко-кислосоленых огурцов, которые были замаринованы. Вызовите уже кто-нибудь экзорциста, сил моих нет. Я чувствую, как эта еда медленно растворяется в моем желудке и обретаю силу могущественных советов после застолья от первого канала. Я чувствую каждой клеточкой своего тела. Упс, что-то пошло не так. Туалет у вас там. Я пошел. Дед, а это точно экзорцист? Сказал экзорцист, говорит, на ТДК его показывали. Вон, слышь, демоны, наверное, выходят. В общем, как показывает практика, все тщетно. Получился особенный карамельный соус. Сладкий и одновременно соленый. Да уж мы заметили, да. Приятного аппетита. Поливаем им хот-доги. Пальчики оближешь, а запах-то какой. Ни зелени, ни лука, ни сыра, только лучшее. Сосиса и вареное кисло-солено, сладкие огурчики. Аппетитная закуска готова. От такого завтрака вы точно не откажетесь. А так это еще у нас и на завтрак предлагалось, что ли, сожрать? Чтобы весь день, наверное, провести в здравии и бодром расположении духа, съел один раз с утра и веселье на весь день. Экономия! Стефан, ты там живой? Тихо, я провожу обряд. Да ухожу я, ухожу. Работая в мастерской, вы решили перекусить. И обнаружили, что забыли ложку. А купить одноразовую посуду негде. Но наконец-то к нам, судя по всему, подъехал долгожданный нормальный совет, который спасет всех людей, которые забывают ложки, которые негде купить. Сделаем сами магазин. Шутка. Будем делать ложку. Не расстраивайтесь, ложку можно сделать своими руками. Сейчас я покажу, как. Как-как? Из бутылки, конечно. Не из банки же, из подкраски, в самом деле. Рисуем ложку на пластиковой бутылке. Сверху черпак, снизу ручку, а теперь вырезаем нарисованную ложку ножом. Ну, я как знал. Как будто я этот сценарий писал. Но вообще-то я этот сценарий писал. А, вот поэтому так не смешно-то, господи Иисусе. Но пока я его писал, ко мне пришла волшебная мысль. А если мы забыли на работу не ложку, а сам обед? Бутылка прокатит? Интересно. Сейчас я покажу, как. Забыл еду, нарисовал еду. Забыл деньги, нарисовал деньги. Новую машину, повышение на работе, верных друзей. А когда на бутылке останется место для последнего рисунка? Нарисуем еще одну бутылку. Но мечтать не вредно. И пока технологии первого канала не продвинутся хотя бы на шаг вперед, будем довольствоваться простой ложкой. Вот и все. Теперь у меня есть пластиковая ложка. Осталось только протереть ее салфеткой. Протереть ложку, вырезанную из бутылки, которая валялась непонятно где, салфеткой. Салфеткой, Карл! Да нет, что вы, абсолютно никаких различий. Надо будет вырезать таких штук 20 и подарить на день рождения супруге. Вот она обрадуется моему изобретению. Семья новый сервиз и жена на веселе. А вырезали мы ее из пластиковой бутылки. Ну и ни слова не сказали о том, что в стоковой версии этой чудо-ложки функция подъема тяжести ни черта не работает, поскольку требуется ребро жесткости, которое вы сделали за кадром. Но сказать об этом на камеру, да кому оно надо? Нас что, кто-то смотрит? А вот снять на камеру очередной дебильный совет, что можно использовать вместо ложки, это всегда пожалуйста. Будто у людей на всей планете закончилась смекалка, и как вариант попросить ложку коллеги, естественно, предварительно ее отмыв, невозможно. Ну если, конечно, вы не работаете один. Главное где-нибудь использовать волшебную силу бутылок. Как я вас понимаю. Брррр. Фу. Куда не пристраивай зонт после дождя, мокрые следы все равно останутся. Ну наконец-то мой любимый домашний мастер нас всех так много связывает. Например, мокрые следы после зонта, которых лично у меня сроду нигде не было, поскольку зонт всегда аккуратно висит над ванной. Ну да ладно, наверное, у меня просто неправильный зонт. Или неправильная ванна. Илья, 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 Илюха. Что? Но если внимательно посмотреть на этот острый наконечник, то можно предположить, что там за мокрые места после зонта, которые у них везде остаются. Но тут же, извините, не моя территория. Здесь территория детектива Коломба. А что заставки не было? Ну вообще-то он в отпуске. А, так сейчас же пандемия, куда он мог уехать? Он придуманный персонаж и отдыхает где хочет. А если и я придуманный персонаж? Ничего себе! Чтобы в доме было сухо, смастерим подставку для зонта. И коль рядом в кадре невзначай стоит бутылочка, чую, нас ждет рука мастера и верх совершенства гениальной мысли. От пластиковой бутылки отрезаем верхнюю часть. Примерно 10 сантиметров. Шикарно! Угадал! Два совета про еду и два совета про бутылки. По-моему, самый идеальный выпуск. Но не был бы он таким идеальным, если бы не автор этих комментариев, которые получает стикеры во Вконтакте. Пиши мне в ВК, если выиграл, и не забудь. Комменты за стикеры, это, конечно, хорошо, но твой лайк и комментарий поддерживают мой канал и делают мне приятно тут. И шутки шутками, а это не шутка. И еще нам понадобится кольцо из средней части бутылки. Да, господи, все, что угодно, лишь бы бутылки в кадре подольше показывали. Камон, ребята, все-таки универсальный предмет на все времена. Это вам не хот-доги со сладкими огурцами есть, тут магия. Крепим заготовку из верхушки бутылки к стене горлышком к низу, чуть выше прикручиваем кольцо. Извините, а где мне его лучше прикрутить? Никак не разберусь, где хорошо смотреться будет, так сказать, элегантней. Да и друзьям завидуются, эксклюзив как-никак. Такого ведь даже на Алиэкспресс не купишь. Это Россия! О, господи, на Алиэкспресс есть нечто похожее. Так за это деньги надо платить, а зачем платить деньги, когда их можно не платить? Держатель готов, вставляем в него мокрый зонт. Капли воды будут стекать в воронку. Если сначала я сомневался делать подобное или нет, то функционал этой штуковины сразил меня на повал. Лучшее, что видело человечество. Откуда ее легко слить, открутив крышку? Но справедливостью ради зонт держится, вода стекает. Только чем это лучше, чем повесить зонт над ванной или поставить его в комнате, заранее стряхнув с него лишние капли, как это делают некоторые, как всегда, неясно. Слышь, дай зонт встряхнуть! Слышь, бутылку вырезай, я тут сплю. А вам огромное спасибо за лайки и комментарии, подписывайся, если еще не подписан, и вжаривай лайк, если хочешь увидеть обзор на антипохмельный коктейль от Первого канала. А с вами, как всегда, был Джеймс Илоун. Увидимся! Господи Иисусе! Сюши спят давно про меня забыли. Вот так поработал. Но ничего, домой мыться и спать. А это еще что такое? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!